Если что-то, я забуду, вряд ли звезды приют нас. Программу отчетного концерта Школы искусств имени Юрия Розума открывает Иван Рагунов. Воспитанник учреждения, несмотря на свой юный возраст, уже является обладателем Гран-при, победителем, лауреатом различных всероссийских и даже международных конкурсов вокального мастерства. Ваня мечтает связать свою жизнь с музыкой, стать профессиональным вокалистом. Очень нравится. Я хочу строить карьеру на этом. За этот год я взял уже три Гран-при на одном конкурсе и четыре первых места. У нас уже шестой год, обучение идет. Вот Ваня действительно делает успехи. И мне кажется, что на сцене он даже где-то немножко меняется, он становится немножко другим, когда он на сцене, увереннее что ли. В общем, он там как рыба в воде. Мы надеемся, что у нас все получится. Несмотря на то, что в предыдущем учебном году занятия проводились дистанционно, с сентября был введен ряд ограничительных мер, творческий процесс продолжался, и программу ребята проходили в полном объеме. И вот настало время подвести итог проделанной работы. Конечно, этот день очень волнительный и ответственный, потому что мы подводим итог всей работы нашей школы за это непростое время, вот именно в период пандемии. Однако отчетный концерт вовсе не экзамен, а настоящий праздник искусства. Искусство разного – вокального, инструментального, хореографического, театрального и изобразительного. Так, перед концертом в фойе Центрального дворца культуры школа искусств представила выставку работ воспитанников учреждения. Экспозиция включила в себя рисунки, живописи, фотографию на разные темы, в том числе и космическую. «Зажги свою звезду» – название отчетного концерта выбрано не случайно, ведь проходит он в преддверии Дня космонавтики. Школа искусств имени Розума зажигает звезды уже более полувека, и такие отчетные концерты стали доброй традицией, где учащиеся и преподаватели представляют лучшие номера, которые готовили в течение года. В школе искусств создано более десяти отделений. В программу же отчетного концерта вошло порядка 20 номеров. Сегодня в школе имени Розума занимается порядка тысячи талантливых ребят. Созданы десятки коллективов. Два из них – хореографический ансамбль «Волна» и фольклорный ансамбль «Ладанка» носят звание образцового детского коллектива Московской области. Как вы выступили? Хорошо, хорошо, но волновались. Волновались? Почему же? Ну, потому что всегда, когда на сцену выходишь, волноваться начинаешь. Они соприкасаются с русским таким вообще фольклорным народным творчеством. Познают нашу Россию. У вас кто занимается в этом ансамбле? У меня занимаются трое моих внуков. Ну и как вам, ребят, в ансамбле-то? Хорошо, нравится. Им очень нравится. Творчество ребят не оставило равнодушным никого из присутствующих в зрительном зале. Бурные аплодисменты гостей вечера и родителей воспитанников не утихали. Анна Балиет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.